Всем привет, с вами Шерп Клуб Мы начинаем записывать свои первые видео Непрофессиональных туристов, профессиональных отдыхающих Мы прилично ездим на квадроциклах и учимся ездить на Шерпах Мы вот приобрели Шерп и постараемся вам показать на нашем канале, что мы с ним будем делать Как у нас будет происходить обучение наше Как мы будем эксплуатировать, немножко тюнинговать Ну и предлагать его другим, советоваться и так далее Сегодня мы едем на болото, на Оршинский мох в Тверской области Попробуем его, так сказать, в серьезном деле До этого мы накатали там порядка 20 часов, но, скажем так, в лайт режиме, как нам кажется По обкатке? Да А сейчас уже поедем по серьезному Мы планировали, что с нами поедут сегодня наши друзья Там на Шерпах, на квадроциклах, на снегоходах В общем, на все На других вездеходах Мы планировали, что поедут с нами товарищи более опытные Мы планировали, что с нами поедет еще один Шерп Короче, нас все послали, все нам отказали Все поехали кататься на лодках Мы едем налегке А еще у меня сегодня день рождения Поздравляйте Бориса, не стесняйтесь Спасибо Все сводится к тому, чтобы откупорить пиво и никуда не ехать Но мы не слабаки Пиво мы забыли Поэтому едем Мы решили ехать вдвоем, а там посмотрим, что получится и так далее В общем, это первый наш отрывок Дальше будем делать видео Что-нибудь вырежем, что-нибудь добавим Поехали Это давление, которая Здрасте А вы куда едете? Мы туда, на реку В сторону Сази? В сторону Сази туда? Да Понятно Мы тоже Решили поздороваться Такой интересный Так всю жизнь на Квадриках гоняли Ну это везде пройдет Ну и комфортно Ну давайте мы вас пропустим, поедем потихонечку Они конечно едут побыстрее, чем мы Зато мы едем везде Сейчас мы на реки доедем Посмотрим, побыстрее поедем Да Ну вот ребята встретили препятствия Трудно проходимое для них На квадратцик Посмотрим Посмотрим Погоди Поехали А Поехали А Поехали Средний мост Он не подключил Для этих Перехв動画 Насколько Помогли Открылся Быр Поехали contraception По Поехали Погоис ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрались мы до озера Песочное. Заняло это у нас... Сейчас 2 часа дня. Часа 3, наверное. Планировали. Много чего планировали. По факту мы выехали в 10 часов утра. Значит, получается 4. В 10 небольших. 11-12, час-два. 4 часа пройдено 46 километров. Ну, в целом, не так и плохо. Хорошая скорость. Десяточка час. Прям бодрячок. При этом мы едем везде. Мы ни разу не выходили, не буксовали, не лебедились. Столько всего пропустили. Интересно. Едешь, фотографируешь. Ощущение такое, что ты сидишь в зрительном зале и смотришь кино из первого ряда. 5D. 5D, да. Настолько нереально все происходящее вокруг. Тебе удобно. Ты без шлема, без вейдерсов. Обуви какой-то. На тебе нет очков защитных, маски. Тебе комфортно. Ты хочешь, там пьешь водичку. Фотографируешь. И все время едешь, сидя на стуле. Удивительное ощущение. Очень необычно. Учитывая наш длительный опыт на квадроциклах и на снегоходах, конечно, поездка на Шерпи разительно отличается от всего, что мы пробовали и делали раньше. Ну и нам очень, мне очень нравится. Ну и мы приехали в красивое место. Сейчас мы вам все покажем, конечно. Озеро Песочное еще достойно. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Указатель моточасов показывает цифру 20. Мы прошли обкатку. Теперь наш Шерп официально обкатан. Следующее озеро из череды великих. Кобыльское. Да, попрактиковались. Езда в езде, так сказать, по ковру начали практиковаться. Очень интересное ощущение. Сразу вспоминаешь навыки, которые были получены от оффроуда на джипах или внедорожниках. Что если ты видишь ковер, ничего хорошего это не предвещает. И второе, не рви ковер, что весь оффроуд это наука правильного объезда препятствий и засад. Поэтому даже когда кажется, что проходимость этого аппарата Шерпа совершенно колоссальна, ничто его не остановит, не надо провоцировать, не надо строить иллюзий. Лучше самую каку объехать и найти еще лучшую и еще большую. Продолжаем движение. Через, наверное, час будем на Великом. Может быть, чуть раньше. Посмотрим. Пока все красиво. Погода замечательная. Не забираемся. А почему? Надо спустить давление. Мы учимся всему по ходу дела. Да. Плывешь на одном давлении, выбираешься на берег, на другом. Все это надо делать, не забывать, и все будет хорошо. Смотрим вот на этот прибор. Манометр, наш друг. И вот эта табличка. И вот эта табличка. Сейчас спустим давление и выберемся. Поедем дальше. Осталось нам немножко, минут 20-30, если все будет хорошо. Если не выберемся, камеру выключу. А так можно? Наверное, с разгончиком. Корни, что ли? Да. Корни, наверное. Нет, просто не цепляемся. Батюшка, если на колесах. Встали на бампер. Колеса ни за что не цепляются. Ну вот. Вот они, приключения. Близняк. Бампер мы упираемся в почву. Надо искать место, чтобы посередине ничего не торчало. Собственно, вот правее немножко. Вот это под левое камесо, а там под правое. Собственно, как вы, встали на дороге. Да. Вот это. Газ не помог. Вон там справится. Раз, разгона получилась, глаза глухла. Помним, что у нас случилось. Возвращение. 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 Вот как раз эффект, когда шерп лезет. Возвращение. 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 Управлять шерфом в болоте несложно Просто отойди назад налей чая, не мешай машине работать Все происходит само, работает навигатор и другая автоматика Холодильник только не работает Сейчас до холодного пивка Никуда не ехать ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Управлять Подушечку СМЕХ Тут створ ограничен деревьям Никуда не деться В любом случае Останется на траектории Так что когда мировые производители хвастаются активным автопилотом Пятого, шестого, седьмого поколения У нас есть первого Вы не держитесь за органы управления совсем? Не держимся за органы Ха-ха-ха-ха ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Для снегохода ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сейчас 5 часов Мы добрались до озера Великое Выехали мы в 10 Значит у нас ушло 7 часов дороги Но мы никуда не спешили Расстояние там по-моему 50 км навигатор Сейчас пройдено больше 50 В общем скорость у нас была средняя небольшая Зато мы ни разу не застряли Ехали, получали удовольствие Чистые, не испачкавшись Наконец-то доехали до перекуса Наконец-то да Поедим теперь немножко Мясная Мясная Мясной сыр Мясной сыр Сырый колбас был раньше Сейчас мясной сыр Никакого обмана Ничего кроме химии Одно здоровье Да Едем мы одним днем Поэтому костры не разводим Сейчас покушаем гречки С мясом Ну собственно и назад Почему озеро Великое такое Желанное Дело в том что на него Проехать так вот запросто Может любой снегоходчик Естественно только зиму Да и не любой снегоходчик Опытный или в хорошей компании Весной и летом Сюда дорога очень трудная Ну смотря откуда То есть вопрос Можно конечно Максимально быстро Приехать на машине С прицепом Разгрузиться И по короткой дороге Доехать до Великого Но это же не спортивно Наша задача была Проехать со стороны Завидова Со стороны главы ПДК Так как мы обычно ездим на снегоходах Зимой И периодически Также и на квадроциклах Только чтобы на квадроциклах проехать Нам надо ехать в Конаково Ну почти в Конаково И переправляться на пароме На другой берег И потом ехать сюда С такой достаточно приличный крюк И заодно У нас одна из задач Посмотреть реально сколько же времени Занимает поездка на Великое В формате одного дня Потому что на квадроцикле У нас Эти поездки занимали От 12 часов До 24 И По возвращению конечно Вид у нас был Придурковатый И усталый А техника была Мега грязная Все уставшие Но это Это тоже свой кайф Не надо Не надо сравнивать Здесь у нас Практически такой мини дом на колесах Вот мы Одетая Грязная В вейдерсах Вот мини дом Чтобы проехать С диванными войсками Сражаться Нас регулярно Чмырят Обзывают Но нам Пофигу Мы сюда пожрать Приехали Но тем не менее Колеса Они же Шины Накачены Выхлопными Газами Невеселящим Газом Вот Что у нас С собой С собой Резиновые сапоги Потому что Здесь мокро С собой У нас Быстрые Всякие Паштеты Галеты Напоминаем Что у нас Экспресс Заруба Поэтому Мы С утреца Сделали Кашку С тушенкой И сейчас Мы ее просто Разогреем С помощью Контейнера Баракук Как он устроен Собственно Лоханка Лоханка В одной лоханке Вода и греющий пакет Заливается водой Происходит химическая Реакция К слову сказать Баракук Нам вообще ничего не заплатил Даже скидки у нас там нет И никак не было Но Крайне приятная И быстрая штука Такие же есть Варианты И со стаканами То есть можно даже сварить Там Кофе или чай Но как минимум подогреть Особенно прикольно Зиму Сейчас он Он бурлит Можно послушать Шайтан Ой, боюсь, боюсь, боюсь Происходит процесс кипения Иногда производительности не хватает Тогда мы нарушаем инструкцию И кладем два пакетика Мы нашли столик в лесу И Совершенно случайно Мы не знали, что он здесь есть Ммм Без пару минут можно есть Вот Стоим мы На берегу реки Сось Сось, например, зимой Которую нашли, да Не всегда промерзает Точнее Прям, скажем Не часто промерзает На берегах На берегах Такая вот Растительность На снегоходе Тоже тяжеловато Проехать Поэтому Именно в этом месте Мы не были Но на шерпе проехали Вот здесь еще кто-то До нас был Но мангала Или бортик Отставил Ну да ладно На самом деле Всем, кто Ездит Ходит Путешествует По лесу Рекомендуем Не забывать за собой Убирать мусор Потому что Мусора очень много Ну надеюсь, что Все наши И Смотрители И подписчики И френды Чистоплотные Но Можно убрать не только за собой Но и взять с собой Бумажку Пакетик И что-то такое Еще другое Мусорное А если вы это увидели На месте стоянки Это не значит, что надо Вызывать грузовик Но 100 человек по бумажке 100 бумажек Сейчас мы Полетаем Как Борис Уже сказал Ну не в прямом смысле А на дроне Ха-ха-ха Я думал Ты взял таблетки Ха-ха-ха-ха Дурман Дурман препарат Нет Мы такими не пользуемся Сейчас мы Сверху покажем вам Озеро Потому что Там остановиться просто Возьбе озера негде На самом деле Еще по реке Очень красиво Пролететь Потому что Она такая Извилистая Я например Сверху Никогда не видел Пролетим Ну все Пошли мы есть кашу Кашу Черпит креатива Черпит креатива Черпит креатива Ну что Впрочем Каша у нас Помимо просто гречки Еще есть Тушенка Туранда Парни Такую Делают Или делали Ну не важно У нас запас прошлогодний Ребят подписывайтесь Шерп Клаб Шерп Клаб В инстаграме И скоро Заработает сайт Шерп Клаб Ру На нем Мы будем Рассказывать О наших поездках Соглашать вас В поездки С собой И Ну и там же Вы сможете Ознакомиться С техникой У кого ее Еще нет Посмотреть цены Комплектовой Есть И купить У кого есть техника Но нет компании Не стесняйтесь Пишите нам Вот я Еще раз Чищу сеточку Надо не забывать Понятно что мы ее Потом поменяем Но сейчас она у нас Такого вида Тут отличная Для розжига Прямо Костра Набор был Но Сейчас нам не дает До связи Смотрите нас Подписывайтесь на наш канал 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 Как Line Попробуй Подписывайтесь на наш канал